Прошли тест по профориентации, попали на экскурсию на одной из крупнейших производств, чтобы своими глазами увидеть, как делают их любимые колбасу и сосиски. Этот визит в новинку не только для старшеклассников, но и для сотрудников завода. Раньше экскурсии здесь не проводили. Мы не ожидали, что будет такой эффект, потому что эффект был вау. Мне сразу поступило несколько вопросов от родителей, можем ли мы организовать для других школьников, для других школ. Техника безопасности на производстве одинакова для всех, даже для гостей. Спецодежда обязательна – шапочки, бахилы, халат. Ежедневно в упаковочном цеху трудятся более 150 человек. Требований к сотрудникам много, но самое главное, чтобы руки не уставали. Мелкая моторика играет здесь важную роль. Процесс укладки производства происходит руками, непосредственно в упаковку. Машина уже формует упаковку, машина взвешивает продукт, машина автоматически выдает термочек на продукт, на котором заявлены все характеристики продукта. А вот у сотрудников службы качества другая задача – не допустить отклонения от установленных нормативов и стандартов. Для этого в лаборатории используют различные приборы, в том числе экспресс-анализатор. Подобные экспресс-анализаторы есть и в других отделениях в лаборатории. Также мы регулярно сотрудничаем с санитарно-эпидемиологической службой, сдаем нашу продукцию на такие показатели безопасности, как тяжелые металлы, радионаблиды, пестициды, микотоксины. Химия, физика, биология – любимые уроки Тимофея. Он – постоянный участник всевозможных олимпиад по этим предметам. Экскурсию тоже оценил по достоинству. Больше всего впечатлила роботизированная техника. Я считаю, что это очень полезная экскурсия. Она позволяет молодежи определиться со своей профессией будущей. Может, кто-то из сидящих тут в будущем станет специалистом. Выберет ли кто-то из школьников специальности, о которых им рассказали на экскурсии, пока неизвестно. Но ясно одно – свой багаж знаний они пополнили. Ведь на таких наглядных уроках информация усваивается лучше. Карина Яряшева, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.